Ассалам алейкум, друзья. Суетана растает. Иншалла, победа будет за нами. Посмотрим до конца и послушайте сейфу лу. И что, когда нам ждут твоего возвращения? Когда ждут твоего возвращения? Когда ждут твоего возвращения? Думаю, октябре, наверное. В конце октябре, наверное, вот здесь и вернусь сюда. Иншалла, иншалла. Будем так. Пока мы идем, подъезжу от нашего брата. Ежедневное звонко. Ассалават. Анисалават. Амеду. Амеду, садоват с Амр. Анисалават. Садарат Саняш. Ставь. Что ставишь? Закинули. Все равно. Сегодня у нас чай. Я просто хочу вот этот торт поголать всем. Это что за сильный торт? Сегодня я вам расскажу немного истории дагестанского тейквондо. Первый раз Дагестан на Олимпийских играх представлял я в далеком 2004 году на Олимпийских играх в Афинах. Тогда, к сожалению, я не завоевал медаль, не стал ни призером. Но приехал домой в страну с большим багажом опыта, большим багажом знаний, которые впоследствии уже передавал ребятам. Далее на Олимпийских играх в Лондоне в 2012 году представлял Хаджи Умаров, представитель Буйнарской школы «Пять сторон света». Поехал туда и, к сожалению, тоже вернулся без медалей, но с большим багажом знаний. В Дагестане всегда были сильные спортсмены, тейквондо не является исключением. И внутри страны, и внутри республики была большая конкуренция. И тогда за сборную Азербайджана начали выступать Авдорогим Исаев и Патимат Абакарова. Они переехали уже давно и выступали за сборную Азербайджана на чемпионатах мира, на чемпионатах Европы. И благодаря завоеванным баллам, благодаря рейтингу попали на Олимпийские игры в Рио-2016. Там Патимат Абакарова в весовой категории 49 кг заняла бронзовую медаль. И Авдорогим Исаев свыше 80 кг в тяжах занял первое место и стал олимпийским чемпионом. Патимат Абакарова, воспитанница моего тренера Исмаила Гаджирословича, Абдорогим Исаев представлял школу и клуб Микиги. 20-24 Олимпийские игры в Париже также не остались без дагестанских спортсменов. Магомедов Гашим, выступающий за сборную Азербайджана уже очень давно. Он выступал на чемпионатах мира, на чемпионатах Европы, на всех рейтинговых турнирах. Также через квалификационный турнир он попал на Олимпийские игры, где я выиграл очень сильнейших спортсменов, чемпиона мира в своей категории и отобрался на Олимпийские игры. Тренер Гашима, его родной дядя Магомедов Абдула Руслан, также когда выступал был чемпионом России, бронзовый призер чемпионата Европы, самый техничный спортсмен в российском тэйкондо. Я сам когда выступал, рос на его боях, смотрел на его поединки, как он тактически работает. Вот. И второй тренер Гашима, его отец Магомедов Мохаммад. Помню, когда приехал с Олимпийских игр, пошел на тренировку, там был маленький Гашим, я не знаю, может он тогда по кадетам выступал, может еще младше был. И он бегал с своими ровесниками, на что отец ему сказал Гашим, надо бегать с ровесниками, иди подойди к Сифуле и возьми советы, как попасть на Олимпиаду, как себя вести и как идти к своей цели. Ну я там давал советы. Родителей слушайся, тренируйся, папу, маму, старших уважай. Вот. Но не об этом история. История о том, что уже тогда, когда он был юнцом, отец заложил в нем усидчивость, упорство. И у отца, возможно, не знаю, Гашим сам этого понимал или нет, но у отца было четкое понимание, что его сын должен участвовать на Олимпийских играх. Что и произошло. Так что ставьте перед собой высокие цели, требуйте этого от себя. В Азербайджане Гашим тренировался, уступал, становился призером чемпионата Европы, победителем разных турниров, рейтинговых. И на Олимпиаду тоже попал под руководством тренера, главного тренера сборной Азербайджана Мамеда Абдулаева. С ним они и поедут на Олимпийские игры. Спортсмен, на данный момент участник Олимпийских игр, иншаллах, в будущем и чемпион. Гашим, мы за тобой наблюдаем, мы за тебя болеем, мы все знаем. Конечно же, все не просто. Олимпийские игры простыми не бывает. Олимпийские игры